Здравствуйте! Это программа «Неделя города». О главных новостях пятницы и уходящей неделе вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Снова пожар в торговом центре. В Рязани загорелся Атрон. Трудности с дорогой. Как зрителям авиадарца добраться до полигона в Дубровичах? Кто за и кто против? В Рязани прошли митинги против повышения пенсионного возраста. В Рязани произошел пожар. В торговом центре в 8 утра эвакуировали персонал магазинов, ресторанов и бутиков. В Атроне загорелась сауна в фитнес-клубе. Причину возгорания пока не установили. Когда торговый центр снова начнет функционировать, неизвестно. Особых проблем с пожарной безопасностью в Атроне не было. Да, к нему были претензии. Они были связаны с эвакуационными выходами и лифтом. Но все нарушения были устранены еще в мае. Однако это не спасло от пожара. В Атроне загорелась сауна. Сообщение о пожаре поступило на пульт в 8.06. В это время посетителей в торговом центре еще нет. Но приходит обслуживающий персонал и в ресторанах вовсю кипит работа. Повара как раз в это время начинают готовить. Пока народу еще не было посетителей. Мы с 10 открываемся. Пока только готовили. Быстро все отключили и на выход. Спасателям пришлось обходить помещение не случайно. Сработали не все системы, которые должны были включиться при пожаре. Следует отметить, что система пожаротушения сработала. Так же, как система дымоудаления. Но отмечается, что не сработала система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Также во время осмотра было обнаружено, что ключи на систему водоснабжения не совпадают с гайками, что не позволяет использовать их для тушения данного помещения. Пожар ликвидировали через 20 минут. На месте работали 8 пожарных автомобилей и 24 человека личного состава государственной противопожарной службы. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила 4 квадратных метра. По словам очевидцев, во время пожара лопнула труба, из-за этого затопила несколько этажей. В одном из магазинов обвалился потолок. Что стало причиной пожара, еще предстоит выяснить. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Рязань готовится к еще большим пробкам на Солочинском мосту. 29 июля стартует авиадартс. Показательные выступления, собирающие сотни зрителей, пройдут 4 августа в Дубровичах. Самый короткий путь на полигон через мост, который сейчас ремонтируется. Региональный Минтранс предлагает добираться до места соревнований через Паск-Рязанский по дороге М5-Урал. 4 августа с 8 до 11 и с 13 до 18 часов планируется пропуск автомобилей по мосту в одном направлении. Поэтому автомобилистов просят по максимуму воздержаться от поездок за город. Поддержать позицию против пенсионной реформы пришли на площадь Победы сотни рязанцев. Встречу с жителями областного центра провел депутат Госдумы Александр Шерин. Напомню, он единственный представитель Рязанской области в Федеральном законодательном собрании, который голосовал против повышения пенсионного возраста. А сейчас региональное отделение ЛДПР собирает подписи под соответствующей петицией. Подробности в нашем следующем сюжете. Огромная очередь в считанные минуты выросла на площади Победы у стола, где собирают подписи против повышения пенсионного возраста. Рязанцы разного возраста пришли, чтобы выразить недовольство, проводимое государством реформой. Напомню, 19 июля Госдума в первом чтении рассмотрела законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером фракции Владимиром Жириновским выступили категорически против него. Эти подписи будут приобщены к нашей поправке в законопроект, который мы будем пытаться его заморозить, снять с рассмотрения и так далее. Эта акция вторая в Рязани. Первая прошла на улице Почтовой. Многие жители, узнав, что ЛДПР против повышения пенсии, специально приехали на встречу с депутатом Госдумы Александром Ширином. В ЛДПР убеждены, что есть другие возможности решить проблемы дефицита бюджета. Например, ввести повышенный налог на сверхдоходы. Кроме того, борьба с коррупцией может вернуть бюджет до 1 триллиона рублей. Национализация алкогольной, табачной и сахарной индустрии даст 3 триллиона рублей в год. Я заинтересован в том, чтобы люди больше голосовали за ЛДПР. Если люди 92% за повышение пенсионного возраста, я был бы с людьми солидарен. Сегодня я с людьми солидарен, потому что большинство против повышения пенсионного возраста. Чем больше мы таких акций будем проводить, чем больше людей будет приходить и сдавать свои подписи, тем меньше игнорировать власть будет менее людей. Тех, кто не смог попасть на эту встречу, но хочет оставить свою подпись против повышения пенсионного возраста, ждут в региональном отделении ЛДПР по адресу улица Вокзальная, Дом 11. Дина из лева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Новая пенсионная реформа вызвала много споров и разногласий. По словам представителей партии КПРФ, с этим законом не согласны 90% россиян. И пока одни смирились с новой реформой, другие же вышли на митинг против повышения пенсионного возраста. По словам представителей КПРФ, митинг против повышения пенсионного возраста переносили пять раз. Изначально его хотели провести на одной из центральных площадей города. Однако все их попытки одну за другой пресекали. Сейчас митинг перенесли к памятнику братства по оружию в микрорайон Приокский. Здесь, по предварительным данным, собралось более 700 неравнодушных граждан, а также активисты партии. КПРФ выступает против повышения пенсионного возраста, против закона, внесенного правительством Российской Федерации. КПРФ объявляет сегодня референдум, инициирует. И, кстати, документ уже подан в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Пусть народ сам скажет, поддерживает он эту реформу или нет. Практически у каждого плаката и листовки, лозунги на которых призывают пересмотреть основные требования пенсионной реформы. Дети и взрослые у памятника братства по оружию собралось множество народу. Здесь же и собирают подписи за отмену пенсионной реформы. Согласно статистике, более 40% мужчин попросту не доживут до пенсионного возраста. Статистика неумолимо говорит, что в 81 регионе нашей страны выросла смертность. И что больше 40% мужчин до пенсии просто не доживут. Нам стали говорить, что мы таким образом приближаемся к мировым стандартам. Но разве по размеру пенсии наши пенсионеры не то, что не приближаются, они просто даже рядом не стоят. По словам представителей партии, новая реформа призвана совсем не помочь своему народу. И люди, пришедшие сюда, хотят выразить свою позицию и изменить ситуацию к лучшему. Я пришел на этот митинг для того, чтобы изменить эту систему, изменить пенсионный фонд. Чтобы мы не просто так пришли сюда, чисто так гуляли и пришли. А для того, чтобы поменять систему. И для того, чтобы на нас посмотрели, как на людей. Это обман. Государство должно заботиться о нас. А мы стоим здесь, потому что мы не согласны и хотим хоть как-то выразить свою позицию гражданскую. Не дать этому закону пройти. Не дать. Любыми путями не дать. Это будет убийственно. Мне 48 лет. Из 30 человек нашего класса в живых уже нет. 4. А что мужчин, да. А что дальше будет тогда, если до 65-ти? Активисты партии и неравнодушные граждане сегодня все высказывают свое недовольство по отношению к новой реформе. На улице центральный микрофон, у которого любой желающий может сказать свою позицию. Что примечательно, в большинстве своем говорила именно молодежь. Инженеры, которые были уверены, что просто не доживут до пенсии. Школьники, которые хотят, чтобы их родители жили, а не существовали на пенсии. В конце митинга была принята резолюция. Мы требуем, первое, это смены политического курса России в интересах всех граждан. Остановить наступление правительства и партии «Единая Россия на права людей». Второе, отозвать правительственный проект федерального закона о внесении изменений в отдельный акт Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсии в части повышения пенсионного возраста. Третье, установить размер пенсии в соответствии с требованиями Международной организации труда не ниже 40% от заработка, а заработок не ниже, чем в западных странах. Два остальных пункта – это восстановление экономики страны, а также отставка правительства. Резолюция была принята единогласно. По словам представителей партии, документ будет отправлен к губернатору Рязанской области. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанская нефтеперерабатывающая компания вела в эксплуатацию современную центральную воздушную компрессорную станцию. Ее главная функция – производство и бесперебойное снабжение завода сжатым техническим воздухом и воздухом для питания приборов. Новая станция обеспечивает поступление осушенного воздуха, позволяющего повысить уровень энергосбережения предприятия и скорость работы разнообразных механизмов. Отличия между новой станцией и старой сразу бросаются в глаза. Например, станция старая – это всего одно помещение, которое в настоящий момент законсервировано. Сотрудники рассказывают, что когда станция работала, внутри невозможно было находиться без специальных наушников. Теперь же это целый комплекс зданий и сооружений, построенных с учетом современных технологий удобства обслуживания и ремонта, а также безопасности эксплуатации. Главное здание – компрессорное с компрессорным оборудованием. Это сердце всей установки. В его основе четыре современных центробежных компрессора. Их особенность – конструкция, исключающая попадание масла в сжатый воздух. Шесть установок осушки воздуха, которые непосредственно удаляют влагу из сжатого воздуха. И тем самым у нас вырабатывается воздух-кип с необходимой точкой росы. Точка росы – термин, обозначающий порог температуры, при котором из воздуха начинает выделяться влага. Сейчас точка росы – минус 73 градуса по Цельсию, что соответствует всем необходимым нормативам. Конечные продукты здесь – два вида воздуха – технический и сжатый воздух для питания контрольно-измерительных приборов и автоматики. В отличие от своего прародителя, новая компрессорная станция – это градирня, насосно-охлаждающие воды, ресиверное хозяйство, полевая операторная и другие вспомогательные помещения. Из нее, словно важной аорты, из сердца следуют трубы, которые и снабжают весь завод необходимым воздухом. Каждая технологическая установка нашего предприятия оборудована приборами КИП. А приборы КИП не могут безжидовать и работать без воздуха КИП. Соответственно, мы, когда наша установка нужна, каждой технологической установке нашего предприятия. Без нашего воздуха ни одна установка нашего завода не сможет нормально функционировать. Для РНПК станция – это очередной объект, введенный в рамках реализации программы модернизации. Крупнейшее в Центральном федеральном округе нефтеперерабатывающее предприятие должно шагать в ногу со временем. РНПК поэтапно внедряет систему цифрового завода. Вот и главная особенность новой установки, как отмечают специалисты, то, что она полностью автоматизирована. В схеме электроснабжения станции применен быстродействующий ввод резерва, позволяющий в случае провала напряжения поставить плечо и не допустить остановки оборудования. Продумано здесь все и для работы обслуживающего персонала. Система кондиционирования и вентиляции позволяет работать операторам с комфортом и безопасно. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. 150 студентов Рязанского государственного радиотехнического университета, которые помимо гражданской профессии получили и военную специальность, приехали с военных сборов и им сразу вручили дипломы, среди которых немало с отличием. Часть ребят пойдут учиться дальше в магистратуру. Кто-то уже готов связать свою жизнь с военной службой. И для тех, и для других этот день стал торжественным. Подробнее расскажет Мария Рудая. За плечами этих ребят 4 года учебы в Рязанском государственном радиотехническом университете. У них разные специальности и цели в жизни, но есть то, что всех объединяет. Помимо гражданской специальности, они получили и военную. 8 июля курсанты военной кафедры и учебного военного центра приняли присягу. Теперь они получили свой первый документ о высшем образовании. Курсанты только вернулись с военных сборов, и сейчас им предстоит сделать нелегкий выбор дальнейшего пути. Исполняющий обязанности ректор Михаил Чиркин уверяет, здесь ждут каждого студента, прошедшего обучение на военной кафедре. При этом для них есть особые условия при поступлении в магистратуру. У меня сейчас нарастает количество запросов с разных предприятий, очень солидных на специалистов по радиотехнике, электронике, схемотехнике, вычислительной технике. Но в основном это предприятия, которые выпускают наукоемкую продукцию, и они хотят все-таки получить выпускников магистратуры, и, соответственно, с начальных стадий обучения в магистратуре уже привязать конкретного студента к себе. Педагоги и наставники в этот день вместо лекций своим ученикам давали наставления и заверили, что двери вуза всегда будут открыты для всех выпускников. В первую очередь поступить в магистратуру для получения следующего уровня высшего образования. Ну и устроиться в жизни и достаточно большое количество, как и в прошлом году, изъявляют желание пройти службу по контракту уже в должности офицера. Звание они получат где-то в середине ноября месяца. Практически половина выпускников Рязанского государственного радиотехнического университета действительно останутся для учебы в магистратуре. Каждый выбрал ту специальность, которая не только по душе, но и является востребованной на рынке труда. Специальность у меня – программная инженерия. Научился программировать на различных языках. Соответственно, были еще инженерные навыки, то есть преподавали очень много разного всего. Но в основном это были программирование и еще раз программирование. Молодые люди признались, совмещать учебу на своей кафедре военной было совсем несложно. Наоборот, это дало ряд преимуществ и помогло воспитать такие качества, как ответственность и собранность. Об этом свидетельствует и количество красных дипломов. Их получили 15% выпускников. Мария Рудай, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». К новостям недели. Одна из самых главных – это новая волна закрытия торговых центров из-за нарушения правил пожарной безопасности. На этот раз в поле зрения прокуратуры – артофитнес, лента в Борках, детский мир на улице Свободы. Но самые большие проблемы у торгового центра «Леруа Мерлен». Его могут закрыть в середине августа, если не будут устранены недочеты. Подробнее в сюжете Дина Ислеевой. Указатель «Аварийный выход» еще нужно поискать. Кнопки включения пожарной сигнализации спрятаны за стеллажами с товаром. Случись возгорания, многие покупатели в панике даже не поймут, как спастись от огня. Однако многие, как это говорится в известной пословице, пока беда не пришла, о ней не задумываются. В Рязанском «Леруа Мерлен», несмотря на все сообщения от официальных ведомств, полно покупателей. Дело «Леруа Мерлен» рассматривалось по месту нахождения главного офиса в Москве. Мытичинский городской суд постановил устранить нарушение в Рязанском филиале и выплатить штраф 160 тысяч рублей. Выявлено нарушение пожарной безопасности. А именно, установлена автоматическая система пожаротужения в торговом зале и складской части торгового центра, оборудована оросителями с номинальной температурой срабатывания 68 градусов, вместо требуемых оросителей с номинальной температурой срабатывания 57 градусов. При этом указанные нарушения выявлялись прокуратурой района еще в 2015 году. С 2015 года рязанские «Леруа Мерлен» оштрафовали уже дважды на 153 и на 160 тысяч рублей. Однако датчики до сих пор не перенастроили. Как сообщили в прокуратуре области, руководство гипермаркета уверяет, в нем не так много легко воспламеняемых товаров. Будут ли устранены недочеты после третьего решения суда, дежурный директор объяснить не смог. От комментариев отказался. Они будут позже на странице нашей ВКонтакте. ВКонтакте, да. То есть все опишется подробно, будет там. Интервью в ближайшие дни точно никаких не будет. Официально магазин может работать до 18 августа. Далее два пути либо закрываться, либо устранять нарушения и опротестовывать решение суда. Дина Ислява, Станислав Кутришов, телекомпания «Город». Более 20 фактов браконьерства выявили на ОКЕ транспортная полиция. Этим летом нарушителей меньше, потому что погода не лучшая для рыбной ловли. Период нереста прошел, но патрулирование все равно проходит регулярно. Запрещенные орудия лова имеются? Нет, вот две удочки, два кольца. Отлично. Спасательные жилеты есть? Обязательно. Правила знаем перед движением спасательных жилетов. Если стоишь на якоре, жилет можно снять. Дмитрий с другом на ОКЕ с 4 утра рыбачит только с надувной лодки. Основной улов – лещи. Речная полиция проверяет всех рыбаков. Основное внимание в период нереста. Чтобы не использовали запрещенные орудия лова. Различные рыбы, всех сортов, всех видов. Браконьер не внушается никакой рыбой. Ловят запрещенными орудиями лова, как в период нереста, так и в период общей навигации. И создают угрозу биологическим ресурсам нашей области, вплоть до исчезновения популяции. В этом году Вадим Савицкий и его сотрудники задержали на ОКЕ более 20 браконьеров. Наказание для них внушительное. Они компенсируют стоимость загубленной рыбы плюс 5000 рублей – судебный штраф. Мы стараемся подходить неожиданно. Естественно, какой-то страх. Браконьеры обычно вначале не признают свою вину. Но потом, когда уже мы начинаем изымать незаконное орудие лова и оформлять, в основном ведут себя адекватно. У Виктора этот день не очень удачный. Ловят с утра, но рыба как будто обходит это место стороной. Он был бы рад возвращаться с уловом каждый день, но браконьерские методы не одобряет. На базар иди и покупай там. А браконьер, что же он здесь с сетью? Конечно, это очень плохо. На катере «Нордсильвер» речная полиция объезжает акул каждый день. У них разные маршруты и расстояния. Часто приходится проплывать до 100 километров. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Пересесть личного автомобиля на автобус или велосипед. Повышение цен на бензин все чаще заставляет задуматься резонцев о том, чтобы оставить авто в гараже, а по делам поехать на другом транспорте. Галина за рулем каждый день. Работа связана с поездками. Когда подорожал бензин, стало совсем тяжело, но деваться некуда. Такая же история у Дмитрия. Я не знаю даже, как остальные люди выживают. Нынче с такой зарплатой неподъемно просто обслуживать автомобиль, покупать бензин. Проще ходить пешком. Выхода нет. Машина – это рабочий момент, поэтому приходится тратиться. Но все-таки по карману сильно бьет? Конечно, бьет. Пол зарплаты даешь практически на бензин. Ну, третью часть, четвертую. Оставить авто и пересесть на общественный транспорт – зачастую единственный выход, если бы еще он ходил регулярно и не был так перегружен. Выход, по крайней мере, на лето – пересесть на велосипед. Для начала научиться кататься. В этом году в прокат на Орешке впервые за долгое время стали приходить рязанцы в возрасте. Приходил бабушка 30 лет, которая не садилась, но села, поехала, ничего страшного. И так вот приходят даже пожилые бабушки, дедушки прокатиться по Орешку, посмотреть. Серафима на велосипеде катается с детства. Самое большое расстояние, которое пришлось проехать – от Рязани до Солодча. Считает велосипед самым быстрым и удобным транспортом. Я считаю безопаснее, чем на машинах. Пробки можно сразу объехать. Главное – просто внимательность. Автомобиль, но без зависимости от бензина. Роман Петров – владелец электрокара. Ниссан Лив купил авто год назад. Единственный недостаток этой машины – высокая цена. Если учесть то, что раньше у меня была средняя поездка по городу в неделю в районе 500 километров, у меня выходило около 2500 рублей в неделю. Теперь с электромобилем зарядки по России пока бесплатно. Соответственно, у меня практически не уходит денег. Пока электрокары в Рязани редкость. Часто бывает, что не работает станция, где можно зарядить авто. Кроме того, чтобы пройти техосмотр, нужно ехать в Москву, а мощности машины маловато для таких дальних поездок. Но все эти трудности временно, считает Роман. Автоиндустрия развивается быстро. Еще пара лет и в каждом городе появятся сервисы и зарядные станции. Ученые уже работают над устройством, которое может зарядить авто, как мобильный телефон, за полчаса. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Каждый год в День города Рязани появляются новые, уникальные проекты, авторами которых часто являются сами горожане. Также в Рязани пройдет международный форум древних городов, которым свыше 500 лет. Основная задача – показать наш город современным, развивающимся и перспективным. Поэтому в текущем 2018 году праздник должен быть особенным. Праздничная программа «Дня города» включает в себя сразу три дня. Начнется праздник 2 августа. День будет полностью посвящен войскам ВДВ. С самого утра 2 августа на территории Рязанского Кремля пройдет молебен во славу города Рязани. После торжественный прием с участием почетных граждан города и вручение высших наград. На территории стадиона ЦСКА пройдут военно-спортивные праздники. Здесь рязанцы смогут увидеть прыжки с парашютом, выступления роты почетного караула, а также показательные выступления по рукопашному бою и многое другое. Подготовка ко Дню города идет по нескольким направлениям. Благоустройство, праздничное оформление, мероприятия спортивные, культурные направленности, фестивали, конкурсы, информационное сопровождение. Конечно, как всегда, активны ТОСы. В каждом районе города реализуется проект «Таланты нашего двора». Следующий день – 3 августа, день спортивный. Самое главное и яркое событие будущей пятницы – это товарищеский матч между командами правительства и администрацией Рязанской области. На улице Почтовой пройдет фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2018». В нем примут участие музыкальные группы самых разных направлений, а также художники и поэты. В настоящий момент подано больше 70 заявок. На танцверанде ЦПК ИО пройдет известный рязанский проект под названием «Беседка». Он пройдет в уличном формате и призван объединить любителей дворовой песни разных поколений. 4 августа, в день города, рязанцев ожидают сразу несколько мероприятий. Для молодежи будет интересен второй фестиваль современного искусства «Параллели», который откроется в фотодоме. Его участниками станут художники, фотографы и дизайнеры разных возрастов. Впервые в Рязани пройдет гастрономический фестиваль под названием «Кухня Рязанского края» на Лыбецком бульваре и улице Почтовой. В этом фестивале принимают участие все лучшие шеф-повара ресторанов города Рязани. Они дадут мастер-классы. Они расскажут о том, как питаться правильно, как питаться с наибольшей степенью полезности. Будет отдельно работать интерактивная площадка спортивного питания. Всю еду, по словам администрации города, можно будет попробовать бесплатно. Еще одно нововведение – это фестиваль туристических маршрутов. Горожане смогут пройти по 15 разным маршрутам, таким как историческая Рязань, семейная Рязань и многое другое. Записаться на них можно уже сейчас. Также пройдет парад городской техники «Рязанский автофест». Он покажет динамику развития городского транспорта. Парад пройдет по маршруту Площадь Победы, Первомайский проспект и Площадь Ленина. Праздничный концерт, посвященный празднованию Дня города, пройдет на улице Ленина в 21.00. На сцене выступит заслуженный артист России Олег Газманов. В 10 часов вечера начнется праздничный салют. А буквально через 10 минут рязанцев ждет еще один сюрприз – шоу под названием «Танцующие фонтаны». Представители администрации города не раскрывают подробностей. Они только обмолвились, что это не единственный подарок для горожан. Администрация города рассказала, что на празднование Дня города было потрачено 2 миллиона рублей. Часть денег вне бюджетное. Конечно же, мероприятие такого масштаба изменит движение и городского транспорта. Обо всех нововведениях можно будет узнать на сайте администрации города. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были самые интересные новости уходящей недели. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных и до встречи в эфире. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Природа ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 525354. Субтитры создавал DimaTorzok Коттеджный поселок Дубровка. Субтитры создавал DimaTorzok